Магия слова Жан-Пьер Куаридо Флориан Крокодиловые слезы Нил, несший воды в голубые дали, был рад, что двое резвых малышей на берегу набрали голышей и их погладя Нила. Запускали. Был рад и кровожадный крокодил. К играющим, подкравшись под водою, он, вечно предающийся разбою, вмиг одного мальчонку проглотил. Второй, едва правясь от испуга, пустился прочь, оплакивая друга. Свидетель преступления, бегемот, заплакал тоже, ну никак не веря, чудовищным, бессердечью зверя. Прошло немного времени, и вот, преступник на поверхность выплыл снова и зарыдал. «Раскаяния такого от этого пирата я не ждал», — подумал бегемот. «О провидение!» «Наказываешь ты за преступление!» «Раскаялся, коль плачет каннибал!» «Ему, да передам я в одобрение, благоразумие, праведный урок!» И добрый бегемот у крокодила сочувственно спросил, «О, как ты мог!» «Священного не устыдится Нила, когда на смерть ребенка ты обрек!» «Плачь и моли богов о сострадании!» «Плачь и моли несчастное создание!» «Надежда у тебя теперь одна!» «Как хорошо, что совесть мы имеем!» «Ведь если кто злодей, то лишь она, посредница, меж неба мы злодеем!» «Плачь, плачь!» «Не сомневайся, бегемот!» «И буду горько плакать среди дня я!» «И буду плакать вечер напролет, что не успев сожрать второго!» «Вот!» «Как совесть угрызается у злодня!» «Магия слова» «Магия слова» «Аккуратно!» «Магия слова» «Плачь, плачь и моли богов о сострадании!» «Откратно!» «Магия слова» «Плачь и моли богов о сострадании!» Продолжение следует...